Герои следующего сюжета готовят выпускников, которых с радостью берут в лучшие университеты страны. Специалисты, годами работающие с детьми и гордящимися местом работы. Мы продолжаем цикл сюжетов к юбилею 17-го лицея. Этот посвятили педагогическому составу образовательного учреждения. Здравствуйте. С этих слов у учащихся 17-го лицея начинается каждый урок. Этой традиции не один десяток лет, и традиции в лицее живут во многом благодаря сложившемуся педагогическому коллективу. Сегодня 17-й полностью обеспечен кадрами. С детьми работают 44 человека, и 43 из них имеют высшее профессиональное образование. Это одна из составляющих, которая позволяет добиваться действительно высоких результатов в обучении лицеистов. Лицей известен не только в городе и в области. Его знают и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России. Почему? Естественно, потому что мы готовим таких выпускников. Результат вот этот, вот такие высокие показатели, секрет вот этого – это именно педагогический состав. Прежде всего, это высокий уровень профессионализма. И действительно, молодые педагоги, которые ежегодно пополняют состав кадров лицея, набираются опыта у старших коллег. 80% коллектива имеет стаж больше 10 лет, а срок работы некоторых учителей здесь перевалил за 20 и больше лет. Только представьте, по статистике, общий средний стаж всего нынешнего коллектива 17-го лицея достигает тысячи лет. Этих людей дети уважают не только за строгость, но и за любовь к своим предметам, за умение по-настоящему интересно преподать материал. Они готовы отдать частичку своей души каждому, кто переступает порог нашей школы. Наши педагоги – это компетентные, справедливые люди, специалисты своего дела. Это внимательные, доброжелательные коллеги. Это верные, надежные друзья и просто хорошие люди. Заслуги и профессионализм учителей 17-го лицея оценены на самом высоком уровне. Многие педагоги имеют по нескольку заслуженных наград. Шесть человек удостоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Четверо названы почетными работниками общего образования Российской Федерации, а двое награждены медалью за заслуги перед Северодвинском и орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Но все же главная награда для любого учителя – блеск в глазах учеников, желание познавать что-то новое и результаты, которые школьники показывают в течение года. Сергей Курбан, Семен Семигулин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.